Буквально за 5-6 месяцев мы зашли в законодательство, переделали формат государственного заказа на строительство общежитий, учебных корпусов. Очень выгодные сейчас условия. Сократили с 8 лет до 6 лет период выплат. Со 144 МРП за одно койко место подняли. 240 для Алматы, 192 для других городов. Поэтому сейчас вкладываться и инвестировать в академическую инфраструктуру выгодно. Мы готовы полностью поддерживать. Все наши вузы на готове. Специально финансовый центр нашего министерства создал проектный офис, который будет индивидуально по каждому контракту отрабатывать. Вот скажите, государственное частное партнерство звучит хорошо, но с другой стороны звучит страшно. Потому что многие предприниматели, я сразу скажу, не доверяют государству в этой части. Насколько там предприниматели комфортно могут чувствовать себя в программах государственного частного партнерства в сфере образования? С чего начинать? Условно. Есть ребята, богатые бизнесмены, которые готовы вкладывать? Которые мы предлагаем. Это даже не ГЧП. Это только облегченный, как мы называем ГЧП. Это государственный заказ, который мы размещаем у частного застройщика, у частной компании с очень серьезной гарантией от государства. К примеру, здесь Алматы, это ключевое у нас больное такое место. Почти 40% вот этих 87 тысяч нашего дефицита койко-места, это вот здесь, это город Алматы. Где гиперконцентрация вузов, 36 университетов, 250 тысяч студентов. Треть всех студентов у нас здесь находится. Причем из них 70% приезжих. Что, отягчающие обстоятельства. Им надо где-то жить. Здесь уже несколько больших совещаний у нас проведено с Акиматом. Создано специально для Алматы проектный офис по строительству общежитий у Чанг-Корпусов. Проектный офис министерства? Акимат и плюс министерства. Отсюда у нас десантирована команда министерства, представители финансового нашего центра, юристы, комитеты высшего образования, которые индивидуально каждый кейс будут рассматривать, с каждым университетом отрабатывать. Акимат гарантирует все вопросы земельные, землеустройства, отвода, назначения. Наш финансовый центр заключает договор и вот по этой облегченной схеме начинает отрабатывать. Первое, что боятся, ну три вещи вы на самом деле боятся, наверное, частный сектор. Первое, что долго заключается договор ГЧП. Он может там год, полтора, два затянуться. Это не ГЧП в классическом виде, это государственный заказ, поэтому мы можем очень быстро отработать. Напрямую отрабатывайте с финансового центра. Госзаказ, он отложенный платеж? Отложенный платеж, по сути дела, да? На 6 лет там разбитый. Второе, деньги зарезервированы. То есть это не то, чтобы там давайте заключим, это в бюджете уже предусмотрено, мы защитили этот трехлетний бюджет, это все зарезвлено у нас. То есть деньги есть у нас. И третье, это насколько вообще законодательно все это защищено, все это уже давно защищено, зафиксировано отдельными постановлениями, законом образования, поэтому защита постоянно есть. И самый главный есть ингредиент, у нас жгучее желание решить эту проблему. И самое главное, президент очень сильно сейчас заинтересован, чтобы проблему закрыть. Только за прошлый год, буквально за 5-6 месяцев, с 87 тысяч за счет вот этой новой введенной схемы, мы уже сократили количество документов до 75 тысяч. Задача к 2025-2026 году полностью этот вопрос снять.